Короче, переходим к дизайну Точнее продолжаем его И у нас сейчас там что-то про цвета И она не менее грандиозная Тема в нашем прекрасном подкасте Нерон Инсомниус еще 1 марта нам предложил В онлайн учебнике r.m.designschool Вышла новая глава о цвете Составленная шестью известными дизайнерами Спасибо Нерону Инсомниусу за то, что Блин, я с альтом нажал на ссылку За то, что постоянно предлагает темы И загрузил случайно страницу Во-первых, за то, что постоянно предлагает темы Во-вторых, за то, что открыл для меня Такой интересный сайт, как r.m.school Там можно, я так понимаю, учитаться вообще Там да, вот сама глава цвет Точнее раздел цвет Он за свидетель гигантский И на самом деле есть, конечно Над чем ребятам из Ready Mag Этого поработать, потому что скроллится Все лагает, как космос Просто у меня на любом браузере Имейте в виду именно над сайтом Контент прекрасен Контент просто выше всяких похвал Но он настолько выше всяких похвал Что я даже не могу режим для чтения здесь включить Чтобы вот не скроллить сквозь все это изобилие прекрасное Какая-то жесть, если честно Короче, они мучают меня, но я прочитал Было сложно, но я прочитал Как ты понял, что здесь какие-то крутые чуваки С бородами вот этим сайтом заведуют? Внизу Information есть Я туда нажал, и там есть люди, которые этим заведуют Да, ну давай перейдем к теме непосредственно Вообще здесь есть даже оглавление Опять же, ты не можешь до него догадаться Это вот иконка с четырьмя квадратиками Если на него нажать, то тут оглавление Интро Потом люди Те шесть дизайнеров, которые как раз высказали свое мнение Можно сразу на Юлиана Суётина перейти Как же это концептуально слишком Это концептуально, это хрен догадаешься Я вот об этом догадался прямо в прямом эфире Вот только что Вот только что, до этого я не понял Что творишь, а? Как же долго он на них грузится А цвет это название статьи, что ли? Название главы Если ты РМ нажмешь, тебя редиректит на главную И там три раздела Типографика, сетка, цвет Вот мы последнюю главу цвета будем читать Мы будем рассматривать, я так понимаю, какую-то часть этой главы Поэтому я вам советую просто обратиться к этому блогу еще раз И посмотреть весь контент Обязательно Мы затронем только Майкла Вульфа Ну и кого-нибудь по выбору Никиты можем еще затронуть Майкл Вульф, он... Просто он первый в этом списке Он... Он волк дизайна Он волк с Таймсквер Потому что он из Лондона А, Лондон Собственно, здесь два дизайнера из Лондона Три из Москвы, один из Парижа Окей, давай, давай Вульфа, давай Ну, кроме этого интро А интро тоже важно Потому что... Блин, здесь как вот... Мы же с тобой знаем, не понаслушке Как это писать диссертации, введения, заключения Вот здесь прям все по канонам Здесь введения, действительно Мы находимся под постоянным воздействием цвета Но наше сознание большую часть времени остается условно-монохромным Мы склонны не замечать оттенки Не имеем привычки анализировать особенности цветов вокруг нас И в большинстве случаев реагируем на цветовые сигналы машина Тогда как различие нюансов цвета и включенное наблюдение за цветовыми комбинациями Это прежде всего объемная аналитическая работа, которая требует расширения угла зрения Как это определял художник, исследователь цвета и один из лидеров авангарда Михаил Матюшин То есть здесь нам авторы пытаются сказать Я переведу на обычный язык Что цвет на самом деле является важной частью Хотя многие предпочитают его не замечать То есть в принципе мы анализируем все не сильно по цвету А по форме, по близости, возможно по интимной Но не по цвету никак То есть цвет он побочен и в основном машинальным Мы лимбической лимбухой воспринимаем Красная значит кровь, а белая это элегант Так, ладно Сегодня мы не испытываем дефицита информации о психологии цвета И в самом деле даже в подкасте «Суровый веб» постоянно фигурируют какие-то статьи По поводу колористики, психологии цвета и экспериментах в этой области У нас окружает множество текстов, посвященных этой теме Но обилие и доступность самих знаний не обеспечат их талантливого применения Не факт, что все наши статьи, которые мы обсудили Хоть кого-то побудили изучить цвет и применять его именно так, как могли бы они Любой дизайнер одновременно эколог и великий манипулятор Поскольку в отличие от художника он решает сугубо прагматичные задачи Формирующие окружающий нас мир Эколог и уролог, я хотел сказать Не знаю почему Ну да, согласен Две в принципе очень смежные профессии И те, и другие недра исследуют Ну да Здесь не менее важны собственные исследования цветовых ощущений Поиск подхода к точному подбору и сочетанию оттенков Непрерывное наблюдение за цветовой средой То есть ты потеряешь свой тонус цветовой, если перестанешь наблюдать за чем-то И глубоко анализировать То есть заставлять именно неокортекс свой работать И вот смотрю я сейчас на орхидею А она лиловая И у нее есть вот рельеф такой вот сетчатый Че тебе это дает? Мне пока ничего, потому что я еще не эксперт в колористике и психологии цвета Не Майкл Вульф еще? Вообще не Майкл Вульф ни разу И даже не Макс Орлов Это второй дизайнер здесь Так вот, в этой главе, посвященной цвету Мы предложили пяти практикующим дизайнерам и одному фотографу Потому что чувак, который из Франции, он фотограф Из различных областей с разным профессиональным опытом Прокомментирует свои методы в работе с цветом Поделиться теми примерами, которые их восхищают Вот я правильно сказал про урологов Они, видишь, практикующие все Как врачи Ну слушай, мы можем так за уши чего угодно Я просто хочу Майкла Вульфа за уши потягать немножко Ну ладно, давай Так А он в синей рубашке Видно? Нет, видно Чувак умудренный опытом Согласен Он на нас смотрит, как на говно Давай представим его Представь его Прочитай, кто он и что он Пионер британского дизайна Сооснователь ведущего мирового рекламного агентства Вульф Оллинс Ну, видимо, в честь себя Майкл Вульф работает графическим дизайнером и арт-директором в сфере корпоративного брендинга Больше 50 лет Среди его клиентов Одди, Рено Как проскролить нормально Одди, Рено, Volkswagen, Citibank, Citigroup, Shell и BP, British Petroleum Майкл изучал архитектуру в начале карьеры Работал оформителем витрин и интерьерным дизайнером В 65-м Майкл вместе с бизнесменом Уолли Оллинсом Открыл Wolf Оллинс И занялся графическим дизайном Майкл первым начал использовать образы животных и птиц в логотипах Что в конце 60-х годов произвело революцию в мире брендинга Представляешь, вот Сергей Савельев, которого мы уже с тобой тоже упоминали И кто-то из наших комментаторов тоже упоминал Пытался мне прям качнуть, что я не читал его книги, а я читал И ты, дескать, тупой, а я не тупой Так вот, Сергей Савельев нам все время говорит, что гений Это те люди, которые придумывали что-то, чего до них просто не было Как Пифагор придумал гитару Не было струнных инструментов до этого Он взял, придумал Он натянул сначала и придумал Так И вот Майкл Вульф реально придумал логотипы с животными и птицами Ну вот насколько, твоя мать, сейчас для нас это очевидно с тобой Сколько таких, миллионы сейчас таких логотипов А он это, мать твою, придумал Может, тоже что-нибудь такое придумал Надо попробовать Мы придумали подкаст наш, понимаешь, я считаю Ну это тоже про животных и про птиц у нас тут как бы Да, короче говоря, он такой Пятидесятилетний опыт прям Видно, чувак матерый, матерый Самое главное, изучал архитектуру А нам все писали, нахрена вы так долго про небоскребы обсуждали А мы по стопам Майкла Вульфа идем Нас тоже тянет к вот этому, к этим каменным джунглям Не, я просто не понимаю людей, которым не нравится архитектура Это какие-то странные люди Возможно Как люди, которым не нравится секс Их недоучили чему-то или недовоспитали, я не знаю Ну, да Пишите в комментариях, если вас недовоспитали Так вот, Майкл Вульф нам пишет Ну здесь нельзя без прямых цитат Это настолько вкусно Может быть, это переводчики настолько вкусно постарались Может быть, мы, когда вам сейчас прочитаем Может быть, сам Майкл Вульф Я не знаю, но это прекрасно Цвет Один из моих источников вдохновения В своем бесконечности интересных сочетаний и неожиданных оттенков Он похож на музыку Я тоже вот часто сравниваю разные виды творчества Что они в принципе похожи Просто разные поля за это отвечают И, видимо, вот у Майкла Вульфа у него нормальные такие поля Индийская национальная музыка Мексиканская музыка The Grateful Dead Beatles, Beethoven, Bach Разнообразие музыкальных жанров Так же, как и разнообразие цветов и их сочетаний Стремится к бесконечности Логично Насколько эта бесконечность откроется лично вам Зависит от вашего настроения, открытости и терпения Даже одному и тому же человеку Это я уже от себя говорю В разные дни могут вещи казаться с разным настроением Ты идешь, и когда-то солнце И солнечный день такой С ярким таким снегом, поблескивающим Оно тебя радует А иногда идешь, и оно тебя только отвлекает Бесит, раздражает И ты хочешь прямо все Скрыться в подворотне в какой-нибудь темной Да, логично так Так вот И настолько Иногда эта бесконечность просто ошеломляет меня Майкла Вульфа Способность различать оттенки цвета Это мускул Начните его тренировать И вы поймете, что в мире гораздо больше цветов Чем вы изначально различали Здесь сразу вспоминается Шерлок Который говорил о том, что Вот, ну, именно Би-Би-Сишный Я, ну, как бы, я читал Конана Дойля Возможно, почти всего Не помню, там была такая прямая цитата или нет Память это вообще не ко мне Но У Би-Би-Си Шерлок прям говорил, что Типа мускул, Ватсон Нужно это тренировать Да, с видосом А, ну да, да Типа занимайтесь И это, опять же, обусловлено Сергей Савельев нам говорит о том, что Если вы каким-то полем много думаете То там сосудистая сетка увеличивается в этом месте Больше связи образуется Если вы будете 10 дней думать про цвет На 11 что-нибудь таки придумаете Ну, шанс, по крайней мере, увеличивается Потому что аксоны Отростки нейронов растут и замыкают Неважно В общем, нам Майкл Вульф пытается это своими словами объяснить И говорит, что даже ванильное мороженое в разных кафе Немного отличается по оттенку Ну, блин, ну это он уже пошел, пошел А прогулка по городу может приносить визуальное открытие То перед вами пробежит собака или кошка Такого цвета, который вы никогда не видели То какая-нибудь завалявшаяся на улице консервная банка Блеснет в лучах солнца совершенно особенным образом Цвет везде И вопрос лишь в том, насколько хорошо вы умеете его видеть Сразу как бы думается, что вот мы Сразу матрица фильма Лично мне вспомнился сейчас Ну, во-первых, давай вспомним, что Там художники, я не знаю, может быть, сами братья Вачовски Тогда еще братья Говорили, что вот, чуваки, в матрице у нас все зеленоватого оттенка А в реальности, там, где они на навухо-доносоре Там все серое, обычное, безжизненное такое Серо-голубое Там обрыглое, я бы даже Да, 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 и там только на мониторах ярко-зеленые буквы Потому что как бы это путь в матрице, так сказать И они вот это видят все Да, вообще хочется сказать, что в матрице конкретно Там вообще работать с цветами до свидос Да, да, там мало того, что символизм Вот это вот Адам, Ева, вывески у Пифи Вот это все Ну, это мы сейчас не будем Мы просто с Никитой смотрели Мы можем про это говорить Да, это бесконечно, так же, как цвет Матрица оригинальная, первая особенно Это прекрасно, это просто один из лучших Не, мне знаешь, что вспоминается, когда ты говоришь Именно, когда они вне матрицы, на выходу носа И мне вспоминается тот момент, где конкретно он ему баланду Вот эту кашу дает Естественно, да, каша Он блюет еще там, когда его подключают к матрице Примерно такой же кашей он и блюет, собственно Извините, если вы нас слушаете за кофе и бубликами С 8 марта Кстати, да Так вот, и там с цветом прям нормально так поработали Но я-то не об этом Я о том, что мы вот пока не задумываемся Мы все в матрице, мы не разглядываем цвета А вот уже завтра я пойду на работу Я по-другому на мир буду смотреть Завтра ты не пойдешь, правда, ну ладно Точно, завтра я не пойду на работу Выгляните на улицу Первый Нам Майкл Вульф Майкл, да, да, Майкл Шесть пунктов рассказывает Мы на одном введении уже минут 20 сидим Но оно того стоит, мать ваша Кстати, не 20, а 10 Выгляните на улицу Цвета домов почти всегда остаются неизменными Хотя в течение дня освещение немного меняет их оттенок А вот цвет одежды, который носят прохожие, меняется Это влияние моды Возможно, этот эффект более ярко выражен в больших столичных городах, чем в провинции Не знаю точно Он уже только в Лондоне тусит, видимо Лондон is the capital of Great Britain Ну я British Petroleum Согласен, да Одди Но когда я прохожу по Origin Street в Лондоне Я замечаю, что одежда людей сливается в одно цветовое пятно В прошлом году оно было преимущество черным А в пять лет назад серо-синим Я не могу, он гений У него как бы он сам серо-синий сидит Сам серый в синей рубашке На черном стуле, правда Здесь, кстати, есть из трех шариков такая пирамидка Которая тоже вот с этими цветами, чтобы мы понимали Именно он в этих трех цветах на фотографии Возможно, он как-то отражает всю пятилетку в себе Он весь Лондон в себе отражает Да, всю Origin Street Дизайнеру очень важно раскачивать мускул Я хотел еще пошутить в предыдущем Опечатку допустили Там не то какая-нибудь консервная банка А тот А тот по-немецки смерть Хорошо Так вот, дизайнеру очень важно раскачивать мускул визуального внимания Быть восприимчивым к миру И развивать умение ставить себя на место других людей Ну действительно, надо было на место фойе себя поставить дизайнерам карточки Которая упоротая вышла объявлять И сделать прям, чтобы она не смогла ошибиться никак Вот стопудо Чем больше вы тренируетесь, тем сильнее становитесь Ваши клиенты могут не замечать чего-то важного Но вы должны замечать за них У нас есть масса возможностей улучшить жизнь окружающих Но для того, чтобы это сделать Нужно хорошо уметь подмечать детали И иметь развитое воображение Одно дело заметить Нужно еще докрутить Как в театре Вот ты улавливаешь какую-то нотку Какую-то эмоцию И нужно ее еще докрутить Прямо вот выкрутить Недавно мой друг открыл в Лондоне новый ресторан The Delaney Деланей, наверное Так Неделю после запуска ресторан работал в тестовом режиме Только для своих Друзья ресторатора заглядывали на обед Потом делились своими впечатлениями Зашел в Делано и я И заметил вот что Делано, да Мне нравится Стильная и изысканная атмосфера ресторана Совсем не сочеталась с грустными Уставшими лицами людей в зале Как ни странно, говорит Всему виной были льняные скатерти Лежащие на столах У льняной ткани особое строение Нити прилегают друг к другу неплотно И при ближайшем рассмотрении видно, что в полотне много маленьких серых дырочек По факту это тени между нитями Из-за того, что, мать твою, они положили льняные скатерти Все стало серым таким сразу Потому что много теней Отражалось Наоборот, поглощало свет То есть он и пишет Таким образом льняная скатерть не отражает, а поглощает свет А ведь одна из задач скатерти Отражать свет, падающий сверху Слегка подсвечивая снизу лица людей Которые сидят за столом То есть кроме того, что он понимает про цвета Он еще знает, зачем скатерть нужна Я того-то не знал Охренеть Да не, ну это побочный эффект скатерти Вот сейчас бы вернуться, опять же, к Пифагору Который я придумал Сказал, конечно, подсвечивать Мы себя спецом сделали, чтобы подсвечивали Он говорит, скатерть-то еще стирать надо Не то, чтобы стол защитить Стол протер, и хрен с ним А скатерть-то стирать надо Конечно, чтобы подсвечивать Ну, кстати, да Ну, ладно, окей Светлый рефлекс на лице Делает его более ясным, контурным И четко очерченным То есть в ресторанах же приглушенная атмосфера Но лампа направлена на скатерть От него отражается свет, подсвечивает людей Все четко Ну да, и у вас морды такие сияющие становятся Вы радостные Ты смотришь вокруг, люди радостные И ты тоже заказываешь еще по одной Да Когда я рассказал об этом другу-ресторатору Он посокрушался Так как потратил на оформление столов Порядка 20 тысяч долларов Но скатерти менять не стал Дурак Вообще Я бы лучше говно посидел Сейчас бы уже 20 тысяч, если честно, отбил Отбило, отбило бы Льняную хрень выкинул бы нахрен На задний торт собакам Просто, понимаешь, льняные, они мешки Это мешки должны быть Именно вот из мешковины Ну он там хипстерский Там поди какой-нибудь полу-лофт Согласен Но, слушай Вот полу-лофт уже в сарае попахивает Согласен Потому что в сарае, в мешках пшеница стоит Вот в этих из мешковины Которые полуджут, полу-лен Знаешь, что круто? Что господин Вульф не постеснялся своему другу Он же, получается, только друзей на тестовый режим приглашал Да, ты думаешь, тот ресторатор стал У меня не от друга после этого Майкл, иди в жопу Ну да, не постеснялся, слушай В следующий раз ему платно пришлось там пожрать Почти мне другом вот именно не придет на тестовый Ладно Второй пункт Это был только первый Если вы попросите английскую компанию Прислать вам на пробу свой набор красок У них будет всего три У них будет три оттенка белого А в наборе японской компании сотни У японцев же все время белое все Фарфор, рис, суши, вот это все Ну Но для работы мало даже этого Если я вижу, что дизайнер, с которым я работаю Листает цветовой справочник Pantone В поисках правильного оттенка зеленого Я отправляю его в ближайший парк с коробкой акварели Нихрена Потому что в парке миллионы оттенков зеленого А справочники Pantone всего десять Он, во-первых, знает наизусть справочник Pantone И здесь, видимо, десять оттенков из справочника Pantone всего лишь Ну я Некоторые из них даже не зеленые, на мой взгляд Но, возможно, Майклу видней Не, ну я верю в него, что он может Pantone весь вообще нахрен наизусть знать Сто пудово Возможно, он даже участвовал в создании Возможно, что-то из этих десяти он предложил Но согласись, насколько круто, да? Что, типа, ты слышишь, чувак, ты хватит эти книжки Иди в реальный мир Это и нашим программистам на заметку Прекратите уже зубрить туториалы по Vue.js Идите и делайте приложение на Vue.js Идите в парк Конечно, идите же в парк И собирайте бутылки Прибыль не будет Так вот И дальше он нам показывает кинокартины, которые его вдохновляют Например, кинокартина «Леопард» от Лукино Висконти 63-й год выпуска Видимо, итальянский режиссер Сто пудово Недавно, говорит, я пересмотрел «Леопарда» Лукино Висконти Это потрясающий фильм Смотреть его все равно, чтобы гулять по живописным полотнам Висконти несомненно блестящий художник И я вот сейчас листаю скрины Во-первых, тут скриншот из какого-то жесткого блюрея Прямо вот лучшее качество сети Ну там такое качество, как будто это даже не фотография, как будто я не знаю, что это Как будто, да, это не скрин с кинофильма Но это круто Вообще, да Просто это нереально круто То есть, ну, наверное, на какую-то качественную пленку снято И хорошо оцифровано Реально в блюрей Возможно, уже даже с 4К картинки сделаны скриншоты Я не смотрел эту кинокартину, сразу говорю Но вот прям Особенно там, где дама в вишневом платье стоит на фоне большой картины Там просто Там все прекрасно Даже дыры в стене сверху над дверью Согласен Каждая из них, она прям как родинка на теле Неповторимая и охренетительная Все вот это обшарпанное Картина сама сливается с этой стеной Как бы показывая, что этой картине лет столько же, сколько с тени Ни хрена, да, я выдал? Сам сейчас не ожидал Согласен И баба, она прям контрастная Видно, что она тоже уже БУ Такая, судя по цветам Но как бы Но еще что-то это Еще выделяется пока на фоне всего убранства этого Блин, такой пол Я бы вот жил в таком полу Я несмотря на то, что я очень люблю чистоту Но вот на таком полу я бы жил Просто от того, что он вот отдает прям стариной Но тут еще и такие площадя, как я понимаю, в них дышится Согласен Вся площадь этого комнаты больше, чем моя квартира Поэтому Кто-то писал, по-моему, Кампус Бой нам В комментариях к нашему воскресному стриму Что Как же тесно у тебя Я вот сейчас хочется мне сразу Загуглить Представляешь, Кампус Бой, он выходит на свою веранду в Лос-Анджелес Конечно Да И у него нормально там все 20 квадратов туда-сюда Он может что хочешь Так вот, я загуглил Elementary Serious Kitchen А это, я так понимаю, из сериала Из сериала Elementary И у них вся кухня в таких же тонах и в таком же вообще Вот, ну можешь перекинуться здесь Обратить внимание Я видел, я же смотрел сериал Ну да, но просто вдруг ты забыл, я тебе визуализировал И, ну, наши зрители тоже здесь А слушатели, просто представьте Таким Тепло-желто-бежевые тона С легкими нотками зеленого, белого Возможно, здесь сотни белых, как у японцев Не, ну я скажу В сериале Elementary тоже очень много работы с цветом Там тоже все построено вот прям как надо Там очень редко бывает ярко на самом деле И там бывает ярко только тогда, когда у главных героев все хорошо То есть там работа с окружающей средой, с освещением Она на самом деле, ну не первично, но вторично После непосредственно происходящего на экране Между самими персонажами Потому что тот факт, что они живут вот в этом старом особняке И там все время приглушенный свет И даже когда там лампы горят, там все равно очень приглушенный дерьмовый свет Там именно все коузи, будем говорить Там очень коузи, но при этом Тебя все равно на вытянутой руке немного это держит Потому что там, ну, не пуховые вот Ой, не пуховые, точнее, не мягкие вот эти пакеты, мешки Кресла А все-таки все такое помпезное и так далее И как бы ты понимаешь, что ты не пофамильярничаешь здесь Не попердишь спокойно, не посидишь Не сможешь там жрать пиццу, кидать бургеры там И пить пиво Ну да Должен у Кьянти какой-нибудь утонченной себе пить Ну потому что сам Шерлок, он все-таки британец Ну да, да То есть и это все передается Примерно, мы, конечно, перешли немножко с Леопарда Мы вообще до свидания Лукьяна Висконде Ну, собственно, Майкл Вульф-то он англичанин Он это все тоже понимает про Шерлок Здесь вот занавески, например, синие-желтые Возможно, в 63-й год, когда Лукьяна Висконде снял Леопарда Это как раз тот год, когда Хрущев Крым Украине отдал Так И как бы синие-голубые-желтые занавески Как бы это символизирует Все возможно в этой жизни Кстати, они в белых перчатках Примерно как в нашем чатике в Телеграме стоят Дальше какая-то дама с веером И они такие багряные здесь То есть видно, что уже вспотели на балу Уже немножечко как-то подогревает Что-то им там Как-то что-то где-то уже зиждется И здесь цитата Пабло Пикассо приведена Все нам Майкл Вульф говорит Видимо, одна из его любимых цитат Цитат, цветат Все у меня уже Цветаты По Фрейду Почему две краски, расположенные рядом, поют? Может ли кто-то это объяснить? Нет Потому что никто никогда не может научить рисовать Пабло Пикассо Гениальная фраза Просто я не могу Я прям зачитываюсь Я уже второй раз это читаю вслух Никите с Алиной зачитывал Когда готовился к подкасту И сейчас опять прочитал И я прям Я в эйфории от происходящего Вообще я не могу Дальше здесь Вот это убранство в музее Это та же картина или какая-то? Я думаю, это все Леопард Нет, это, наверное, русский ковчег Да, давай это будет русский ковчег Потому что дальше ниже Вот, видишь, написано Ну да Ну слушай, тогда как-то не по юзабилити Нас Пабло Пикассо прервал Картина Александра Сокурова 2002 года, видимо Ну да Выглядит, конечно, уже более хай-течно Потому что Вот, обрати внимание Просто это смешно Вроде, да, 2002 год Здесь наверняка Сильное визуальное впечатление На меня произвел русский ковчег Александра Сокурова Между прочим Нам лондонец, британец Говорит про российские кинокартины Причем 2002 года Который мы даже и не знаем Да Это фильм без смены планов Скользящая съемка А именно так называется этот метод Когда нету врезок Одним кадром, да Скользящая съемка длится час сорок минут Фильм уникальный и потрясающий Не столько своим цветовым решением Сколько стилистикой Рассказом о культуре и исторической памяти Обрати внимание на втором скриншоте Где опять же бал Где о-хо-хо опять же Да Над дверью шесть ламп висит И что это значит? Как ты думаешь Могли быть такие лампы Именно которые, как в музее Подсвечивают экспонаты Во времена, когда такие балы были Честно говоря, не сомневаюсь Немного я Вот А на первом скриншоте Там как будто бы розетка над стулом Замазанная На первом скриншоте Как мне кажется Это наше время Ну согласен У них костюмы уже такие современные Семидесятые, может быть А ну там, где они гусары, будем говорить Там в натуре лампа сверху Не прикрыто Ну это как Волга в кадре примерно Иван Васильевич меняет профессию Вот тут примерно то же самое Но не важно Так вот, продолжаем цитаты В работе дизайнера есть доля иррациональности Того, что держится не на разуме, а на чувстве Ты просто делаешь все возможное и невозможное Работаешь с максимальной собранностью Вниманием и концентрацией С преподаванием то же самое То есть он говорит о том, что надо все-таки думать Неокортексом, а не лимбухой И тогда в принципе Даже такие простые и типа очевидные вещи, как цвет Они будут казаться с других сторон Вообще с грани открываться То есть чуваки Говоря уже в середине прям мое мнение По этому поводу Включайте башку почаще везде Анализируйте то, что делаете Критическое мышление свое включайте И все у вас будет вообще хорошо Так вот, что касается преподавания Говорят, я стараюсь показать студентам Как важно тестировать внимание Стараюсь включить их внутренний творческий потенциал Может прозвучать слишком жестко Но я призываю своих студентов Оценивать каждую вещь, которую они покупают Что сделано хорошо, а что не очень Примерно как мы с нашими анбоксингами Возьмите за привычку Обращать внимание на детали И давать им оценку Сделайте это вашей ежедневной практикой Представляешь, насколько у тебя К сожалению или к счастью Обыденные вещи обычные больше времени станут занимать Конечно То есть вот ты сел в маршрутку И ты не просто уставился куда-нибудь в окно И нарубил музыку Ты смотришь по сторонам Какая обивка на стульях, на сиденьях Где есть ремень безопасности Где нету этого ремня Насколько пошорпанная табличка Проезд 20 рублей Возможно какие-то обыденные вещи Какую-то рутину Это тебе сделает более прикольной А возможно какие-то вещи у тебя будут занимать Больше времени из-за этого Да, да Но заиграет зато другими красками И он говорит Есть масса способов пробудить внимание Ходите на выставки Рассматривайте картины Пропускайте их через свое сознание Это помогает лучше чувствовать цвет Я сейчас обратил Вот я запустил сейчас у себя внутренний механизм Знаешь почему? Я понял, что Ну недавно появился же Видимо появился закон В маршрутках Ну ты-то не знаешь Перестали вот эти все надписи Типа там Передавайте там за проезд Там не клюйте носом Все эти шуточки вот эти Ну я видел давно уже такое Вот давно их нет уже Их сняли все Сейчас везде сухач Ну это колхоз позорно Ну вот сейчас везде сухач И я тебе больше скажу Везде есть сурдотаблички Которые надо трогать слепым Чтобы они понимали какой маршрут Ты понимаешь насколько типа Как-то UX Вздрачнули там маршрутчиков Просто уже все знают Что есть маршрутки Поэтому им не надо уже прикольчики Писать что не спи Ха-ха-ха-ха-ха Ну они же тоже по юзабилити Эти прикольчики Там же было написано Орите громче Так как будто вы остановку Уже проехали Вот это все Ну ладно вернемся Цвет оказывает на меня Огромное влияние Говорит нам Майкл Желтый цвет великолепен Как здорово что он существует Думаю я каждый раз Когда вижу что-то желтое Дверь моего дома Выкрашена в ярко-желтое Как яичный желток Или одуванчик Это самый жизнерадостный Оттенок желтого Который можно вообразить Здесь он кругляшочек прикладывает Тут самый классический Желтый прям вот солнышко Такое Я сам люблю приветствовать Людей улыбкой А желтая дверь моего дома Это и есть приветственная улыбка Желтый очень добрый Жизнеутверждающий И радушный цвет А красный Насыщенный Обладающий тысячи ярких оттенков Когда вижу машину Холодного красного оттенка Я просто счастлив Что-то все уже вообще Просто чувак Вот ну он гениален Чуть более чем полностью Он просто кайфует От жетухи получается Да Да И это прекрасно Я считаю что Нужно это Вносить в свою жизнь тоже Для меня цвет Источник огромного наслаждения Говорит он Я люблю глядеть на овец Мне нравится неяркий Натуральный цвет их шерсти Иногда он уходит в коричневый Иногда в белый В необработанной шерсти Теней всегда больше Он подмечает Вот эти детали Он тенч Он да Он прям И здесь Какие-то иллюстрации Очевидно из Тоже какая-то картина Видимо Или нет Да Джеймс Таррелл Собрание работы Собрание работы Джеймса Таррелла И он говорит Мне очень нравится художник Джеймс Таррелл Его полотна очень хороши В том смысле Что они привлекают внимание К цвету Заставляют думать о нем Здесь они нарочито цветные Здесь одна Из картин Так скажем Одна из инсталляций Так Напоминает Обои из Windows 10 Которые они долго фоткали Да Согласен А та которая под ней Справа Напоминает коридор на колесо обозрения Челябинское Ну да Много таких коридоров Да я знаю Вот Ну Действительно Вот Самая первая картина Там вот знаешь Ну Закат Тирай рассвет Двое людей Они мне спагетти вестерны Напоминают почему-то Да Из старого Джеймса Бонда Ну старого Джеймса Бонда Понятно Из-за силуэта Как будто чувак В кругляшок заходит Это Джеймс Бонд Уже стопудовый А сама цветовая гамма Если розовая не брать Во внимание Которая конечно же Только к Vice City Дает отсылку Смотрите в пятницу стрим А солнышко Оно вот под спагетти вестерны Там часто начинается С заката или с рассвета Да Как от заката до рассвета Практически Ну надо Надо как-то Нам подсобраться Но я не могу Просто это не просмаковать Я посчитаю это преступлением Понимаешь в чем дело Нам Какие-то чуваки писали Что А что вы там это Со своей Нинтендой В прошлый раз Где дизайн Вот дизайн Да Правильно Правильно Правда про Switch Это тоже дизайн Просто промышленный дизайн Ну да О том как дизайнить вещи Которые будут реплицироваться Ну нашим-то Этим все пофигу Видимо было Пацанам Ну вот и зря пацаны Зря вам все пофигу Надо как мы Наблюдать На индивидуальное цветовое восприятие Влияет масса нюансов Но главное я думаю Это климат Которым живет человек И время года То есть тот климат Который за окном Не главнее всего Погода в доме А все другое Суета За время моей карьеры Я не раз работал С авиакомпаниями Всегда находился кто-то Кто отговаривал меня Использовать красный Поскольку люди Могут подсознательно Испугаться пожара на борту Понимаешь В авиакомпаниях красный Air Berlin Мать твою красный Ну кстати да Какого хрена Дельта красная Ну кстати да Что однако Не остановило Air India Выбрать красный Своим фирменным цветом Уже видимо Не только Air India Понимаешь Ну ладно В Air India Там возможно У них красный Это круть Или наоборот Не знаю Вот Ну ладно Хорошо продолжаем Ну Emirates По-моему Даже красный Ну опять же У них тоже возможно Красный Это круть Согласен Они от Индии Там недалеко ушли В моей жизни Был период Когда я находился Под большим влиянием Французских Импрессионистов Возможно еще Под влиянием Каких-нибудь веществ А французские Импрессионисты Это уже как вещества Я рассматривал Натюрморты С яблоками Сезанны И просто не мог поверить Что эти картины Существуют В нашей реальности Казалось Они находятся Далеко за гранью Того Что может создавать Своими руками Человек Такими неземными Бывают не только Картины Помню Очень сильное Эстетическое впечатление Произвели на меня Ковры на базаре В Марокко То есть он Мало того Что много где бывал Судя по всему И он еще и много Чего видал И замечал Ну натюрморты Согласись Реально неземные Настолько яркие Вот эти фрукты Что вот убранство Которое вокруг Типа скатерть Диван Рядом с которым Этот стол находится Оно просто Как в космосе Просто Мау Это завис Рядом с каким-то Гигантским столом Кувшин вот этот Расписной Ну это все Прям Это круто Даже не совсем понятно Яблоки Это апельсины Или персики Ну да Ты просто Окунулся Окунулся Вот в эту Атмосферу Последующий тоже уникален Но по-своему Здесь зеленые яблоки Груши Вот этот глиняный Кувшин опять же Обязательно вот На тюрмортах сосуды Фигурируют Скатерти Ну у Сюзанна У поля У него видимо Был свой стиль Какой-то определенный У него здесь всегда есть Полотно скатерти Белое Которое причем Скомканно И какая-то еще Шторка или занавеска Сбоку И там И на первой И на второй картине Я вот могу ее наблюдать И видимо Нам намекает Это о том Что Это все вот создает Уют в доме Домашний очаг Женщина Да Ты вообще можешь много Вот когда смотря на Натюрморты конкретно Можешь многое Для себя домысливать Ты можешь вообще Это расценивать Как людей Как просто Ну какую-то ситуацию Для тебя это вообще Может быть хоть что По сути И это круто опять же Нужно вот в себе Это запускать Эти механизмы Проникаться этим И потом Ты выйдешь даже Когда в аптеку пойдешь Просто Да Ты уже Другим человеком Выйдешь из этой аптеки Согласен Последняя его Ремарка Про Дисней Я вижу Да Я почему-то Думаю Как в такой серьезной теме Оказался Микки Маус Ну-ка Есть режиссеры Которые потрясают Потрясающе чувствуют цвет Уолт Дисней Один из них Его Микки Маус Кот Феликс Дональд Даг Пес Плута И другие персонажи Стали суперзвездами Потому что Дисней Был блестящим дизайнером Гуфи тут я вижу На картиночке Это Плута А да? А Гуфи как выглядит? Слушай Не знаю Я пока посмотрю Гуфи А ты продолжай Нет-нет Это Гуфи Гуфи Плута это собака тупорылая Которая без одежды Которая именно собака-собака Гуфи это как бы собака-человек А Плута это собака-собака По-моему Да-да-да Убедись Да-да-да Я просто Ну Давно это Потому что Гуфи Он выгуливал Плута Ну вот я и говорю Гуфи это собака-человек А Плута это собака-собака В целом Я считаю Условности Общепринятые нормы Нужны для того Чтобы их нарушать Да я бунтарь Признается на Майкл Вульф Иначе прогресс застопорится Когда дело касается дизайнов Цветовой клише И стереотипы Индустрии Нужно нарушать Только в том случае Если ваш продукт Действительно прорывной Не надо просто Я сделаю Не как у всех А продукт у тебя Как у всех То есть говно Ну как бы ты уже, если ты бунтарь То ты и сделаешь что-нибудь инновационное Как это сделал Стив Джобс Ну хотелось просто его здесь упомянуть, но реально Большинство компаний, работающих в одном секторе Используют абсолютно одинаковые дизайн-решения Когда-то я работал в Германии На Unilever Это бытовая химия, косметика, парфюмерия В те времена в стране Невозможно было найти моющее средство в черной упаковке До тех пор, пока одна из ведущих местных компаний Не выпустила черное моющее средство Bold, bold жирное Оно еще черное, видимо оно еще и мыло Прям хорошо, какой-то инновационный Но пользуюсь огромным спросом В общем я отношусь с большим подозрением Ко всем этим условностям и общепринятым В разных индустриях цветам Если вы действуете уверенно, можете позволить себе все При том, что смотри, он Подсказывает людям, как аккуратно Сделать нормальные скатерти Нормального цвета, да При этом, при всем, то есть надо быть не дебилом Да, ты должен Все равно все знать, владеть этим Как инструментами Понимать, что Не допускать глупых ошибок Ты должен аккуратно Тоненько идти по лезвию Вот этому дизайнерскому лезвию Но мне кажется, это только опытом Вот такой чувак, который просто Уже 50 лет смотрит вокруг себя Да, да Но он, наверное, имеет в виду, что Чем раньше мы начнем Тем раньше мы кончим Раньше сядешь, раньше выйдешь Ну это логично Вот такая вот у нас тема в дизайне Прям я, ну вот Ну, тут да Тут как бы без такой Понимаешь, без такой темы А здесь 5 таких историй Да, одну пятую посмотрели Одну шестую Одну шестую Поэтому, ну вот Все было сказано за нас Майклом Вульфом А мы по ходу действия Тоже говорили свое мнение Лично мое, что Надо больше думать Аналитическими Областями Которые не только в неокортексе Нас поправит наш слушатель Который меня тогда поправил Вот всеми аналитическими Надо думать Не только неокортексом Даже теми, которые сзади Тоже надо подумывать иногда Я согласен, абсолютно Меня просто шокировала Крутость темы Меня тоже, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому